Когда родители настолько безответственны, что сами не могут собрать детей в школу, им на помощь приходят сотрудники службы судебных приставов. В Фурманове около 10 семей, в которых родители-алименщики, а дети идут в первые классы. Приставы по личной инициативе закупили для малышей канцтовары и с доброй миссией объезжают адреса. В этом доме живет многодетная мама и бабушка Анна Колторева. Она воспитывает троих детей и четверых внуков. Вручаем каждому ребенку. Дочь Анны в 2015 году привезла ей своих четверых детей и скрылась в неизвестном направлении. С тех пор бабушка малышам еще и опекун. Нерадивую мамашу искала полиция. Нашли ее через 4 месяца, по-моему. Но у нас она так и не появилась. На суд по лишению родительских прав мама тоже у нас не пришла. В 2016 апреле, по-моему, ее лишили родительских прав. Работать почему-то она не хочет. Детям помогать она тоже не хочет. Мать-кукушка должна детям больше 100 тысяч рублей. И ежемесячно цифра увеличивается. А деньги Колторевым сейчас бы пригодились. В первый класс идет 7-летняя Ира. Девочка хочет, чтобы у нее были самые красивые и модные школьные принадлежности. Я хочу в школу. Я готова в школе. Что тебе нужно в школе? Тетради, ручки, карандаши, краски, клей, линейка, милки и подфель. Должников по алиментам больше 300. Суммы разные. От 50 до 900 тысяч. Вся задолженность по этому виду платежа 50 миллионов рублей. Задолженность по алиментным платежам мы ежегодно стараемся уменьшить, то есть снизить эту задолженность. Порядком мы направляем должников в центр занятости, вручаем им требования. Также проводим с ними ежегодно мероприятия по приглашению самих должников и представителей религиозных конфессий. Мамам малышей их судьбой интересуются изредка, в основном в социальных сетях. Бабушка надеется, что женщина увидит этот репортаж и поймет, как сильно она нужна детям. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Фурманов.